Самые бледные чернила лучше самой крепкой памяти. Бледная Даша, это прочитанная за... Какой месяц? Акчабль! 2016, книга будет всего одна. Вот, это... Я её уже читала в возрасте 11 лет примерно. Это книга «Сократ», тот самый. Авторы Йозеф Томан и Мирослава... Ой, Томан. Я прошу прощения. И Мирослава Томанова, Томанова. Блин, надо было посмотреть удаление, как ставится. В общем, честь и хвала автору. Так проникнуться эллинской культурой, более того, так суметь её показать читателю, это просто удивительно. Я сама в детстве очень любила эллинскую мифологию, читала... Я мифы до сих пор помню даже наизусть. Могу пересказать любой момент. Плюс у нас на Ругимоне был предмет мифологии Греции и Рима. И я могу оценить, действительно могу, что знания автора, они потрясающие. У меня глаза были пожарой. Когда я в последние 10 лет читала эту книгу, я, конечно, тоже много знала уже о английских мифах, но сейчас я в полной красе, так сказать, оценила. Но при этом в этом нет... Это не учебник. Нет такого, что... Нет ощущения, что тебя чему-то учат. Ты как бы вот читаешь, просто мотаешь на ус. То есть все игра, что происходит. Собственно, это биография Сократа. И в какие-то моменты там даже есть такие сцены, что Сократ приходит к писателю, к Йозефу, и они там с ним беседы беседуют. Очень увлекательно, чтиво. Очень познавательно, очень интересно. Больше понимаешь про Сократа, не просто вот это его фраза, я знаю, что ничего не знаю, что-то большее о нём понимаешь и узнаёшь. И всё это так потрясающе. Читается на одном дыхании, очень-очень интересно. Особенно здесь эпичное... Как-то, наверное, не назвать предисловием. Наверное, ввод в книгу, которую сам писатель написал, обычно предисловие пишется больше редактором, или доктором, я не знаю. А вот там вообще классно. Там с позиции богов сообщается о рождении младенца, о котором он реликут с Сократом, который будет обожать солнце. И это очень тонкий ход, потому что если вы читаете книгу, или будете читать в будущее, вы, подойдя к её концу, поймёте этот трюк. То есть я сейчас не буду раскрывать этот момент, но это такая ходовочка, хитренькая очень. Книгу я настоятельно рекомендую. Она чрезвычайно удивительна и познавательна, однако в ней Сократ получается каким-то слишком правильным. Правильных людей, святых не бывает. Святые тоже не святые. И мне даже захотелось как бы глубже изучить жизнь этого удивительного человека, потому что мне вот этого всё равно не хватило. Хотя здесь описание очень всестороннее, объемлющее, наверное, может так выразиться. А это, вы знаете, я очень ценю, когда какой-либо объект культуры, фильм, игра, рассказанная история, пробуждает в человеке интерес к теме, поднятой в этом объекте культуры. Я это очень ценю. То есть это замечательно, удивительно, а вот данная книга, она пробуждает. Это всё, что я хотела сказать о книге. Я опять маловато читала, винюсь, дела-дела. Ну, это всё. Приятного вам дня. До скорых книг. До скорых книг. До скорых дней. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...